и интересное время я верю что что-то еще про должно произойти в нашей жизни здесь болгарии и когда в сердце пойму что миссия закончена наверное придет ответ точно так же случилось и в мариуполе мы спрашивали господи ну как да но это уже невозможно но чувствовала что еще что-то нужно и буквально были еще два-три дня и още имаше один-два дина когда с двумя человеками с 2 мочевика мы исповедались исповедались и я в своем сердце услышал миссия выпил в чьи миссии это я приключена и вот хочу за своих знакомых рассказать господь положил сердце сказал руслан за свидетельство потому что многие из нас знают но нужно говорить и у меня такое было но когда я был мариупол и было в сердце что чем больше времени кто-то будет находиться тем им сложнее будет выезжать толкова по сложно още да трыгнем от там это точно когда ангелы пришли семейства лота и говорит выходите из садома и гаморы и не возвращайтесь и не оборачивайтесь даже назад по същия начинка както ангелите бяха дошли в семейството на лоте им казали было точно такое же ощущение и вот они вчера делились со мной и вчера споделяха с мен и у меня ну все волосы вставали просто на теле и косата ми просто се повдигаше на две недели они позже выехали те трыгнаха две седмици по-късно от нас авиабомбардировки авиабомбардирование имаше они не хотели выезжать те просто не се искали да трыгват от там и в том частном секторе где они были уже сражения пошли между улицами вече имал битки на улиците их сын шел на родник чтобы набрать воды и возле реки и дуриката он видел оторванные члены своих друзей и узнавал их по обуви по одежде ему 13 лет для него это было шок и вера они вышли они пешком шли до поселка тоже чудом они нашли бесплатный эвакуационный автобус но на этом свидетельстве но перед последним блокпостом как уже на запорожье ехать к моему другу приеден мой приятел пристал солдат и говорит ну почему ты ну типа землю свою не защищал и купите за что неси защита ваш замята самое удивительное что они правда верили что они пришли нас освобождать это какая-то ну война информационная информационная битка это ну это страшно и он говорит в этот момент он говорит ну признаюсь тебе но он сказал я христианин я верующий и солдат исказился и там было несколько семей и он кричит поднимите еще руки те кто ну с ним вы сектанты вонючие я прямо тут вас сейчас застрелю и скину но это ну это не новость потому что еще даже в четырнадцатом году когда мы были в донецке первое что занимали военные это здание церкви в нашей церкви в торезе на стенах нашей церкви написали чечня 95 чему это я не знаю но не буду копаться в голове мне это не нужно и говорит ну в этот момент жена и двое детей его подняли руки и они ну вышли к нему и говорит мы начали молиться внутренне но в этот же момент к нам подошел другой солдат который говорит не обращайте на него внимание я его сейчас я сам застрелю и скину в яму ну ангел поднялся ангелы могут подниматься как и на той так и на другой территории это сто процентов ну они чудесами и знамениями доехали до запорожья и через чудеса стигнали до запорожья и вчера и вчера нам позвонила еще одна семья какой-то удивительный день наши родственники но мы последние несколько лет не общались позвонила жена двоюродного брата они развелись несколько лет назад и мы не знали она два года назад переехала с донецка в бучу я думал мне эмоций хватало на полдня у нее тоже двое детей 14-летняя дочка 8-летний сын чтобы можно было представить что происходило они говорят мы сидели в бункере 16-метровым слоем бетона под 16 метров бетон и говорит когда велись бои и когда велись бои сыпалась штукатурка и когда появилась возможность эвакуироваться они вышли из бункера те са трыгнали от бункера дошли до какого-то центра стигнали до някога в центр и говорят тут эвакуационных автобусов нету и казват че тук няма эвакуационни автобуси вам нужно идти пешком до ближайшей станции там есть эвакуационные автобусы они шли 7 часов и те са ворвели 7 часа 300 человек 300 души и говорит дети мы когда начали идти они шли через гостомель говорит я завязала детям глаза платком потому что мы шли говорит по останкам и говорит можете представить когда мы в автобус напихались мало того что от нас всех пахло грязью костром у всех обувь была убавки тебя вы может меня извините что я говорю такие подробности я не мог промолчать опять же по сравнению с этими свидетельствами нам тоже довелось пережить я уже свидетельствовал но насколько же бог пронес просто нас на руках и как важно я когда вчера вечером сидел размышлял как же важно каждому из нас слушать голос Господа потому что мы живем в последние времена и времена скоротились и нам нужно научиться быстро слышать нам нужно следить насколько наполнены наши сосуды нужно не доследим на колку сми полный маслом потому что это ну я не знаю это величайшая божья мудрость вроде бы мы и получаем спасение даром по благодати праведность по благодати многое по благодати получаем и мы научены в таких церквях так что нам надо раздавать 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 но наступит момент когда ты и я закорененные служителя скажем извини я было время я не дам тебе этого масла я не знаю даже сейчас как оно будет происходить но конечно же нужно углубляться в Слово Божие и я быстро поделюсь с вами двумя местами Писания на которых я ну видите какой разговор стоял это все учение я жил этими местами Писания наш Бог хочет чтобы мы жили жили Его присутствие Его масло я поделюсь это одна из моих любимых глав книги пророка Исаия почему-то перед войной Господь очень часто показывал мне это место Писания это Исаия 33 глава 14 стиха за два месяца до войны я каждый день по нескольку раз читал это место Писания устрашились грешники на Сионе трепет овладел нечестивыми кто из нас может жить при огне пожирающем кто из нас может жить при вечном пламени тот кто ходит в правде есть еще время можете ему время доходим во праведность на Иисус и говорит истину и говори справедливо кто презирает корость от притеснения ненавидит Господь притеснение просто ненавидит притеснение любого человека словом или делом удерживает руки от взят затыкает уши чтобы не слышать о кровопролитии и закрывает глаза свои чтобы не видеть зла тот будет обитать на высотах убежище его неприступные скалы хлеб будет дан ему вода у него не иссякнет глаза твои увидят царя в красоте его узлят землю отдален широко распространената земя знаете проходило очень много часов и минавало много часове когато гледах 17 стих я говорил Господь глазама и на тебе и си казвал Господи очите ми са върху Теб искам да вижда Твоята красота това беше два месеца преди войната и когато всичко се започна было очень много разных мыслей было очень сложно потому что я уже многим рассказывал в церкви в 14-м году мы выехали в Бердянск и мы организовали лагерь где жили переселенцы еще когда не говорилось слово волонтер но мы уже были этими волонтерами и по идее такое время и по това время мне нужно но закатить рукава что-то делать сейчас очень много волонтерской помощи а Господь говорит нет Руслан обаче Господь казва не Руслан я хочу чтобы ты взирал на мою красоту искам Ти да гледаш красотатами и знаете мы живем в разные сезоны и мы живем в различные сезони в один сезон мы можем быть волонтерами и в один сезон можем да сме волонтери в другой сезон мы будем ходатай в друг сезон ще се грижим за някого Бог нас перемещает и Господь не премества Бог производит вокруг нас разные события Господь продвижда около нас различные события чтобы мы были легкими чтобы мы были податливыми чтобы если ты ну допустим слушатель а Бог тебя допустим призовет быть профессором в каком-то университете чтобы ты не упирался руками и ногами но был легким и податлив и мы сейчас будем славить Господа и сега ще прославим Господа и хотя думаю но сижу сегодня утром думаю и так ну жажду прямо что мы вместе соединимся в потоке что мы опять можем послужить в этой замечательной церкви и да можем отново да послужим в тази чудесна церква и Господь меня останавливает и Господь ме спира и казва Руслане за как вода служишь вспомнись за деяние где написано что мы тобой Господь и живем и движемся и существуем и существуем поэтому мы не служим мы хотим подышать с вас мы хотим пожить с вас исками да поживеем и да посуществовать в правильном смысле этого слова в правильном смысле этого слова поэтому драгоценный Господь мы славим превозносим твое святое имя мы твои дети мы христиане мы христиане мы ученики и все во все и всичко и во всичко и за това ние сега ще живеем с Тебе ние ще дишаме чрез Тебе ние ще существоваме сега чрез Тебе за чтото ние сме излезли от Тебе и излязохме от Тебе и всички бяхме посадени на престола на славата още преди 2000 години преди сотворението на света мы прославляем Тебя наш отец и превозносим Тебя наш отец мы величаем и славим Тебя прими всю честь и хвала от нас и прими наше живот в этой минуте благослови Господи амин это песня была написана на основании одного письма миссионера ему сказали что нам не нравится что ты проповедуешь в нашем городе мы даем тебе один день или ты откажешься от всего что ты делаешь и проповедуешь и мы подарим тебе жизнь или если ты не откажешься то мы заберем у тебя эту жизнь и тогда он написал следующее письмо что я один из тех кто твердо решил идти до конца и на основе этого письма мы сегодня поем эту замечательную песню я один из тех кто твердо решил идти до конца у меня есть сила святого духа нет пути назад я приступил черту и отказался от того что не славит тебя решение принято я ученик Иисуса Христа Иисуса Христа я один из тех кто твердо решил идти до конца у меня есть сила святого духа нет пути назад я приступил в черту и отказался от того что не славит тебя решение принято я ученик Я свет, что слепит врага, Я соль, что осоляет землю, я храм. Внутри меня святой, и он идет передо мной. Я свет, что слепит врага, Я соль, что осоляет землю, я храм. Внутри меня святой, и он идет передо мной. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Не замедлю шаг, не повернусь назад, Но буду славить Христа. Я не встался, не замолчу, Не ослабею и не сгорю. Не закончу молиться, за крестом выстою. Я свет, что слепит врага, Я соль, что осоляет землю, я храм. Внутри меня святой, и он идет передо мной. Я свет, что слепит врага, Я соль, что осоляет землю, я храм. Внутри меня святой, и он идет передо мной. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Меня не остановить, не купить, не удержать. И когда он придет забрать своих, Кто узнает меня. Узнает меня, потому что я один из тех, Кто дошел до конца. Я свет, что слепит врага, Я соль, что осоляет землю, я храм. Внутри меня святой, и он идет передо мной. Я свет, что слепит врага, Я соль, что осоляет землю, я храм. Внутри меня святой, и он идет передо мной. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. У меня есть сила Святого Духа, Пути назад нет. Я приступил к черту, Я отказался от жизненного уюта и комфорта. Решение принято, Я ученик Иисуса Христа. Я не буду оглядываться назад, Я не ослабею, Я не замедлю темп, Не поверну назад. Мое прошлое искуплено, Мое настоящее осмысленно, Мое будущее в безопасности. Я один из тех, Кто твердо решил идти до конца. Мне не нужна больше слава, Меня больше не интересует положение, Которое я занимаю. Мне больше не нужна популярность. Мне не обязательно быть правым. Мне не обязательно быть первым. Я независим от признания и уважения. Я не жду похвалы от людей, И не ищу награды. Я один из тех, Кто твердо решил идти до конца. Я стремлюсь вперед, Мой взгляд тверд. Моя цель – небеса, Моя дорога узка. Мой путь тернист, У меня много путников, Но мой проводник надежен, И миссия ясна. Меня невозможно купить, Заставить пойти на компромисс, Удержать или соблазнить. Меня невозможно повернуть назад, Или ввести в заблуждение. Меня не смогут остановить, Я не дрогну при необходимости Жертвовать собой. У меня не будет головокружения от популярности, И я не буду бродить в лабиринте, Называемом посредственность. Я не сдамся, я не замолчу, Я не ослабею и не сгорю. Я один из тех, Кто твердо решил идти до конца. Я ученик Иисуса Христа, И когда Он придет забрать своих, Ему нетрудно будет узнать меня, Потому что я посвятил свою жизнь тому, Чтобы быть одним из тех, Кто твердо решил идти до конца. Любовь не ищет своего, Она готова платить. Все покрывает, всему верит, Все может простить любовь. Написано, что мы не достигнем этого, Естественно, без любви. Любовь не ищет своего, Она готова платить. Все покрывает, всему верит, Все может простить любовь. Плавится ночь, Пьет колький мед, Приложи к сердцу холодный лед. Сердце болит, пылает огнем, Не ходи ночью, ходи днем. Пепел дружится, лава кипит, Выли и лей туда, где болит. Ветер ночной выпалил в степь, Выпей вина, раздели хлеб. Любовь не ищет своего, Она готова платить. Все покрывает, всему верит, Все может простить любовь. Любовь не ищет своего, Она готова платить. Все покрывает, всему верит, Все может простить любовь. Нет сил молиться, веры нет, Позвони другу, прольется свет. Негде укрыться, ни ночи, ни дня, Достань пару слов рукой из огня. Слова сгорели, как щепки печи, Веди к Богу, плачь и кричи. Бог не дремлет, Он не спит, Как свой глаз твою душу хранит. Любовь не ищет своего, Она готова платить. Все покрывает, всему верит, Все может простить любовь. Любовь не ищет своего, Она готова платить. Все покрывает, всему верит, Все может простить любовь. Аллилуйя. Аллилуйя. Хвала тебе, Иисус. Аллилуйя. 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 Началось. Заверделось все, понеслось, Виновата во всем любовь. До Иисуса святая кровь. Аллилуйя, началось, Аллилуйя, началось, Виновата во всем любовь На Иисуса святая кровь. Пришел ответ на твою судьбу, Пришел ответ на твою мечту. Виновата во всем любовь, До Иисуса святая кровь. Аллилуйя, началось, Аллилуйя, началось, Аллилуйя, началось, завертелось все, понеслось. Драгоценный Отец, спасибо Тебе. Написано, что милость Твоя, она пребудет вовек. И Ты очень часто лучше нас знаешь, что мы живем на этой земле, что нам и приходится испытывать трудности, проходить через них. Но Ты говоришь, даже если горы сдвинутся, и холмы поколеблются, Милость моя не отойдет от Тебя. Сдвинулись горы, холмы поколебались, А милость Господня не отступила от нас. Быстрые реки не смогут подопить нас, И не сможет обжечь нас пламя огня. Сдвинулись горы, холмы поколебались, А милость Господня не отступила от нас. Быстрые реки не смогут подопить нас, И не сможет обжечь нас пламя огня. Бог Савао, имя Его, Ты слышишь на зов Отец Его. Бог Савао, имя Его, Ты слышишь на зов Отец Его. Всех сильней наш Бог, И превыше всех Он превознесет. Всех сильней наш Бог, И превыше всех Он превознесет во веки. Ни силы небесных не встанут между нами, И не отлучат нас от Божьей любви. Чтучие Бога усилятся в молитве, И не отлучат нас от Божьей любви. Чтучие Бога усилятся в молитве, И голос их слышен до края земли. Бог Савао, имя Его, Ты слышишь на зов Отец Его. Бог Савао, имя Его, Ты слышишь на зов Отец Его. Бог Савао, имя Его, Всех сильней наш Бог, Всех сильней наш Бог, Всех сильней наш Бог, Аллилуйя, Савао, имя Его, Написано, чтущие Своего Бога усилятся и будут действовать. Аллилуйя, 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 Савао, имя Его, Эль Амбросо, Кто может победить нас, Когда Господь живет в нас, И если Бог за нас, Ничто не повредит, Кто может победить нас, Когда Господь живет в нас, И если Бог за нас, Ничто не повредит, Ничто не повредит, Ничто не повредит Аллилуйя, хвала Тебе Иисус Ничто не повредит Воду Ты сделал видном Кто слеп увидел Твой свет Ведь нет таким Бог Кто, как Ты Светом рассеял Ты тьму Слабых поднял из пыли Ведь нет таким Бог Нет, как Ты Наш Бог великий Наш Бог всесильный Все превосходные в целом мире Наш Бог целитель Чудный спаситель Наш Бог Наш Бог Наш Бог Наш Бог великий Наш Бог всесильный Всех превосходные в целом мире Наш Бог целитель Чудный спаситель Наш Бог Наш Бог Наш Бог Наш Бог Наш Бог за нас Ничто не повредит Ничто не повредит Ничто не повредит. Ей, ничто не повредит. Ничто не повредит. Ей, аллилуйя, хвала Тебе, Иисус. Кто может победить нас, когда мой Бог живет в нас? Спасибо Тебе, Господь. Я не победим, потому что Ты во мне. Потому что Тот, Кто во мне сильней, Того, Кто в миру живет. Оставил небеса, оставил дом Отца, Пришел на землю к нам Иисус. Когда Ты умирал, всем сердцем сознавал, Что людям Ты спасенье дал. Как дорог мне Иисус, Поставил Ты меня, Господь, на верный путь. Теперь живу я для Тебя, Тебе хвалу пою. Всем сердцем я Тебя люблю, Тобой живу. Ты, мой Иисус. Ты сокровище мое, мое богатство. Без Тебя, Господь, нет радости и счастья. Без Тебя, Господь, нет радости и счастья. А я вечно буду петь, Аллилуйя. Оставил небеса, оставил дом Отца, Пришел на землю к нам Иисус. Когда Ты умирал, всем сердцем сознавал, Что людям Ты спасенье дал. Как дорог мне Иисус, Поставил Ты меня, Господь, на верный путь. Теперь живу я для Тебя, Тебе хвалю пою. Всем сердцем я Тебя люблю, Тобой живу. Ты, мой Иисус. Ты сокровище мое, мое богатство. Без Тебя, Господь, нет радости, И счастья. А я вечно буду петь, Аллилуйя. Ты, мой Иисус. Ты сокровище мое, мое богатство. Без Тебя, Господь, нет радости и счастья. А я вечно буду петь, Аллилуйя. Спасибо Тебе, Иисус. Ты наша драгоценность. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Господь. Как хорошо, что мы узнали любовь Твою. Как хорошо, что мы познали любовь Твою. Твоя любовь предлагается всем. Оказывается, не так легко принять ее. Оказывается, не так легко понять ее. Спасибо Тебе, Иисус. Ты возлюбил нас, Господь. Хвала Тебе, Иисус. Хвала Тебе, Иисус. И мы Тебя не искали, но Ты сам нашел каждого из нас, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Хвала Тебе, Иисус. Хвала Тебе, Иисус. Хвала Тебе, Иисус. В отцовском сердце. Аллилуйя. Как много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорила. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась, и глаза свои открыла. Теперь не я пою, любовь поет. И эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала так, как утро настает. Она одна во мне, то плачет, то смеется. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. И не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя накрыла. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Я благодарю тебя, мой Иисус, за то, что мы не спрячемся и не скроемся от тебя. За то, что ни глубина, ни высота, ни широта, ни долгота, ничто не похитит нас из руки твоей. Это огромное утешение для нас, что никто и ничто не сможет нас украсть от тебя, увезти от тебя. Мы благодарим тебя и славим. Мы любим тебя, Иисус. Хвала тебе. Асана тебе. Благодарим тебя, славим тебя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Спасибо большое. Присаживайтесь. Вы не уходите. Мы хотим помолиться за вас. Потому что кто знает, когда вы уедете. И, знаете, мы хотели помолиться сейчас... Знаете, что в отелях заканчивается время, когда могут... Мне не нравится слово беженцы, переселенцы находиться. И, конечно, у многих вопрос. И сердце болит за весь украинский народ. Потому что кто-то поехал обратно в Украину. Потому что нет возможности здесь. Люди в тревоге, люди в страхе, в неизвестности. Но я знаю, что Бог сказал, что праведнику все содействует ко благу. И очень много людей принимают Иисуса Христа сейчас. Очень много людей обращаются к Богу. И мы хотели помолиться за вашу семью. Знаете, пусть та любовь, которую вы носите в своем сердце, любовь Иисуса Христа, пусть там, где вы находитесь, эта любовь распространяется просто. И ваша миссия, когда она будет закончена на болгарской земле, Бог пусть вас переведет дальше. И пусть хранит вас. И знаете, когда мы будем молиться за Руслана, я прошу церковь также молиться. Подошли сестры тоже. Не знают, куда сейчас им передвигаться. У вас как? Есть куда? Да. То есть давайте мы вообще сейчас помолимся за всю эту ситуацию, за украинских перселенцев, которые многие не знают, не могут найти себе жилье. Но я верю, что уповающим на Бога Бог не оставит. И еще я получила сегодня, знаете, такое слово, что когда-то Иосиф попал в Египет в качестве раба. И он выполнял самую грязную работу. И многие сейчас устраиваются не по специальности. Мы это прошли когда-то. Мы тоже в Болгарии начинали. То есть мы приехали там. Ого! Приехали, начали, как муж говорит, ступни ног массировали вонючие. У нас в медцентре все, каждый, кто попадает на работу, сначала проходит массаж стоп. Когда он научился делать массаж стоп, он идет на повышение. Это этап смирения. И, знаете, я получила то, что если вы, дорогие, будете делать свою работу как для Господа, вы пойдете здесь по карьерной лестнице для тех, кто остается. И Бог явит свою славу через вас. И Он поднимет уровень жизни в Болгарии через вас. Потому что мы видим это на примере Иосифа. Поэтому не расстраивайтесь. Мы смирялись. Придется смиряться. Но работать нужно как для Господа. Давайте мы помолимся за эту ситуацию. Давайте, наверное, встанем. Дорогой Господь, мы благословляем семью Руслана, Марины, Влада, Олега. Мы благословляем их. Пусть вот это помазание, Господи. Пусть вот это вот просто присутствие Духа Святого. Любовь Бога Отца сопровождает их. Спасибо тебе за то, что мы сегодня пережили все вместе. Мы пережили тебя сегодня. Твою любовь еще и еще раз. Боже, храни их. Береги их. Если у них есть еще какие-то дела, которые ты хочешь, Господи, их использовать здесь, в Болгарии, Господь. Пусть они закончат свою миссию. Веди их дальше. Я прошу тебя, Господь, за весь украинский народ сейчас, который находится в Болгарии, который не знает, куда переезжать. Потому что на побережье квартиры очень сильно поднимаются в период сезона. Но я знаю, что ты с каждым. Просто, Господь, не дай допускать страх, не дай допускать тревогу. Я прошу тебя, Господь, позаботься о каждом, кто сейчас находится в этом зале. Также те, кто находится в гостиницах, дай мудрость правительству, как поступать. Господи, дай и смирение в сердца, Господь. Если предоставляется работать, идти на работу, может быть, которая ниже квалификации. Но я верю, что ты поднимешь, Господи, через это смирение и через труд, как для Господа, ты будешь поднимать по карьерной лестнице. Боже, мы благословляем. Мы доверяем тебе этот вопрос, Господи. Дай, пожалуйста, мир и покой в сердца людей. Пожалуйста, Господь. Пусть, Господь, их сердца будут наполнены. И пусть окружающие через этот мир, Господь, спрашивают, в чем секрет? В чем секрет? Вы какие-то особенные. Боже, и дай нам свидетельствовать о тебе. Не останавливаться, Боже, Господь. Мы уповаем на тебя, благословляем и доверяем этот вопрос тебе, как нашему Господу всемогущему. И мы молимся и соглашаемся церковью во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.